не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем существует различные мнения относительно того когда именно наступает смерть врачи настаивают что она наступает когда с помощью сверкающих медицинских инструментов не удается обнаружить признаков жизни они представляют что жизнь уходит с последним дыханием им неизвестно что происходит под веками умирающего они не понимают бесконечно разворачивающегося внутреннего процесса из-за неспособности доверять тому чего нельзя измерить они отвергают смерти свою бессмертную сущность другие утверждают что смерть наступает при зачатии и прекращается только тогда когда существо с криком ворвавшиеся в мир осознает все то что молчаливо пребывала нерожденную некоторые говорят что смерти наступает при остановке сердца однако сердце никогда не прекращает биться ведь когда она больше не связано границами двух дополняющих друг друга желудочков она медленно вступает в свой исконный простор продолжая биться выражая истину которую она навеки принял другие люди убеждены что смерть наступает когда человек видит жемчужные врата или встречается с буддой который ждет его у дороги однако такие представления скорее являются опытом жизни телесном или внетелесном подобно рождению смерть является не тем что происходит неожиданно но постепенным проявлением когда распускается цветок едва ли можно точно определить когда это происходит когда бутон начинает превращаться в цветок или когда наполненный семенами плод начинает лопаться и освобождается от своего богатства люди которые знают этот процесс изнутри благодаря опыту полученному от пребывания рядом с умирающими десятилетием медитации и мгновением неожиданной благодати не говорят о смерти как о едином моменте до наступление которого человек жив а после наступления которого мертв вместо этого они говорят о миге воспоминания когда человек перестает держаться за жизнь и отдается смерти это если немного углубиться в процесс мгновения когда человек неожиданно вспоминает нечто о чем кажется невозможно забыть мы вспоминаем что в смерти нет ничего опасного припоминаем как хорошо быть свободным от ограниченности телом и несколько недоверчиво спрашиваем себя как я мог позабыть нечто столь важное и что же вызвало во мне желание оставаться в теле это совершенно новый взгляд на смерть в этот момент когда мы уже почти чувствуем легкость поднимающие нас из тела все еще пытаясь впитать каждую молекулу кислорода чтобы прожить еще одно мгновение внезапно мы вспоминаем что не являемся телом никогда не являлись им и никогда не будем и всякое сопротивление растворяется когда мы улавливаем проблеск нашего духа вечного странника мы снимаемся с якоря и погружаемся в океан бытия расширяясь за пределы тела отпуская ум в свободное плавание я не знаю можно ли назвать это моментом смерти но я уверен что благодаря такому озарению все меняется опыт же который человек переживает как миг воспоминания выходе из тела может ощущаться обратным образом в момент возвращения у него как миг забвения похоже что для обретения тела мы вынуждены оставлять на хранение ключи от никого фрагмента нашей исконной мудрости которые могут быть возвращены когда снова будет обретена пустота возможно по этой причине очень многие сообщают что никогда не ощущали себя настолько живыми как в опыте смерти или настолько мертвыми как в самом сердце жизни из этой безграничной перспективы мы способны оценить не ограничиваясь мирскими мотивами каким превосходным уроком может служить смерть насколько великолепен и замысловатого устроен необыкновенный процесс нашей эволюции акт умирания вот как переживается умирание чувство облегчения расширения свободного полета у некоторых она возникает с одним плавным выдохом у других больше напоминает постепенное восхождение хороши оба варианта в том и в другом случае сердце поражает неожиданной радость и мы движемся туда куда должны прийти но умирающий отделен от живущего громадным парадоксом эффектом зеркального отражения в пространстве вещи не таковы какими кажутся на каждом этапе отключения тела что-то в нас освобождается каждое внешнее проявление смерти сопровождается все большим углублением внутренней оживленности в смерти как в медитации чем глубже мы погружаемся тем труднее нам становится себя определить и тем более реальными мы себя ощущаем неподвижность первый внешний признак смерти но как только растворяется твердый элемент появляется ощущение неограниченности по мере того как боль исчезает сменяясь свободой движения вы будто бы снимаете слишком тесный ботинок затем отключается кровеносная система при этом элемент жидкости втягивается уходящей жизненной силой раскрывая внутри ощущение усиливающейся текучести это чувство что вы больше похоже на океан чем на гальку тело остывает когда элемент огня сосредотачивается в сердце и выходит через макушку головы мы чувствуем как поднимаемся вверх подобно теплу излучаемому шоссе что нагрето солнцем наконец тело становится жестким и начинает больше напоминать мрамор чем плоть когда элемент воздуха исчезает в пространстве а легкость растворяется в чем-то еще более легком внутренний процесс продолжается сохраняя в смерти и за пределами умирания чувство безграничного расширения неограниченных возможностей уходить из тела как наблюдать за таянием кубик льда мы теряем определяющую нас форму возвращаясь к своему изменчивому центру и испаряемся как дым расширяясь чтобы наполнить комнату в незримой и вечно сущей форме подобно кубику льда мы претерпеваем громадные внешние изменения но они не затрагивают нашей сущности то что однажды было кубиком льда до сих пор полностью остается водой и мы как прежде остаемся той необъятностью которую нельзя назвать вот на что похоже уход в смерть смерть совершенно другая тема как бы то ни было словами андреа жизнь простейшая форма бытия созерцание умирания если вы собираетесь практиковаться умирание жизненно важным является его созерцание далее излагается медитация которую десятки тысяч людей применяют для того чтобы подготовиться к смерти лучше всего приступать к ней ознакомившись с описанием процесса умирания из предыдущей главы и с замечаниями по поводу мега воспоминания в главе и предшествующей наша история открывается с последнего вздохом и завершается с первым это грубый набросок древнего шедевра она воспроизводит некоторые стороны процесса умирания подобно тому как в художественном произведении изображается тадж-махал это не сама реальность но нечто близкое к ней настолько насколько можно подобраться не имея при себе соответствующих документов многие люди пережившие колосмертный опыт говорят что во время этой медитации у них возникали сходные с ним чувства а многие сообщили что стали глубже доверяться этому процессу а их страх перед неизвестностью уменьшилась один практикующий с огромным облегчением сказал если умирание хоть отчасти похоже на эту медитацию мне не нужно практиковаться умирание мне нужно заниматься медитацией как известно каждому кто приходил зал для медитации и садился на колени для длительной практике медитации это упражнение в искусстве умирания отпускание себя в огромную неизведанность медитация на умирание усиливает эффект этой практике эта медитация если медленно зачитывать ее другу читать про себя или слушать в записи может способствовать развитию способности к отпусканию благодаря ей мы можем открыться навстречу возможностей последний раз вздохнуть ощущаю покой на душе и совершить следующий вдох во вселенной возможностей рост она позволяет нам открыться для мига воспоминания подготовка к умиранию или медитации смотря потому что наступит раньше оглядите свой дом чтобы найти спокойное место где можно умереть переходите из комнаты в комнату изучая пространство и чувствуя когда окажетесь вместе наиболее для этого подходящим придите в это место и расположитесь там чтобы приняться за эту медитацию воспринимая ее просто как игру работ затем когда медитация перетечет из ума в сердце и станет для вас более близкой вы сможете умирать в любом месте один простой факт умирания и факт ясного света улдас хаксли спокойно сядьте и ощутите тяжесть свойство вещественности которым обладает ваше тело почувствуйте как силы тяжести притягивает это плотное тело к земле отметьте вес своего живого тела часто это тело хочет лечь она не способна слишком долго выдерживать свой собственный вес она притягивается к центру земли отмечайте мерцающее поле ощущения внутри этого грубого тела вибрирующий поток наполненный вашей связью с внешним миром чувство горячего и холодного шероховатости и гладкости даже верха и низа из-за которых долго удерживалось ложное представление о том что мы являемся телом они обитаем в теле мы воображаем будто владеем этим телом но она дано нам только на передержку отмечайте что ощущение возникающие в этом плотном теле внутри воспринимаются чем-то более легким наблюдайте как ваше внимание освещает каждое поступающее ощущение и сообщает о его существовании внутри грубого тела пребывает тело внимания легкое тело являющиеся источником сознания своего внешнего сосуда и окружающего мир именно но переживает жизнь внутри или вне тела ощутить это легкое тело внутри себя почувствовать что его присутствие это присутствие как таковое обратите внимание что чувство присутствия входят в безвременное сознание которое неопределимо но всегда переживается умирает лишь то чему можно дать имя истина в которой все это пребывает не имеет начало и конца наблюдайте как каждый вдох входящий вас через ноздри грубого тела переживается виде ощущения легким телом внутри вас отмечайте как каждый вдох связывает грубые легкие тела отмечайте как с каждым вдохом эта связь поддерживается благодаря чему жизнь остается в тире еще на одно мгновение ощущайте связь между легким и плотным телом который обеспечивается за счет каждого вдох ощущайте как каждый вдох поддерживает легкое тело внутри вас в идеальной гармонии делайте каждый вдох так будто бы он последний переживайте каждое дыхание так будто за ним не последует другого не пытайтесь сберечь свое дыхание чтобы остаться в теле пусть она приходит и уходит каждый вдох последний отпустите себя в это последнее дыхание и просто пребывайте в нем в последнем дыхании жизни оставляющий тело связь между легким и грубым телом разорвана это конец этой жизни последний вдох не пытайтесь удержать его отпустите его отпустите свой последний вдох пусть легкое тело выйдет на свободу позвольте себе умереть отпустите все сейчас не держитесь ни за что доверьтесь происходящему позвольте себе раствориться в пространстве оставьте свое тело следуйте за светом последнее дыхание исчезло в пространстве оставьте свое тело там где она лежит и двигайтесь вперед вы никогда не были этим телом вы это то что сияет впереди войдите в этот свет это ваша собственная великая природа не пугайтесь своей собственной необъятности освободитесь от всего что удерживает вас от высшего осуществления растворите свое сердце в этом великом сердце позвольте себе стать тем кем вы всегда являлись очень мягко позвольте себе освободиться от тела непрестанно выходите наружу сквозь слои все меньшей плотности ко все большей глубине благодать вступите в простор бытия покойтесь в своем праве данном от рождения и от смерти примите свое наследие позвольте себе раствориться в этом просторе граница размывается преграда исчезает все больше растворяйтесь в пространстве соединитесь с совершенной радостью своей абсолютной природы пространство растворяющейся в пространстве свет смешивающийся со светом отпустите свое знание свое незнание и просто будьте присутствием раскрывающимся как сияние собственного великого сердца позвольте тому что является светом следовать по своему ясно освещенному пути не просите совета ума просто следуйте за своим светом он помнит путь забудьте свое имя забудьте свое лицо забудьте о своей репутации и свободно пребывайте в этом просторе с благодарностью на едином вдохе оставьте свое тело вместе с той жизнью которая вам однажды приснилась раскрываясь навстречу этому ощущению безопасности отметьте что возникает чувство покоя настолько глубокое и естественное что вы удивляетесь как не замечали его всю свою жизнь отпустите свои представления и свободно пребывайте в интуиции войдите в пространство где текут ваши мысли погрузитесь свет свет исчезающий в свете пространство растворяющиеся в пространстве сознание свободно парящее в чистом внимании будьте сострадательны к себе отпустите себя излучаясь в пространство подобно свету сливаясь с великим и сердцем не имеющим сущности но столь же реальным как и вы нет внутреннего и внешнего лишь безграничное бытие в бесконечном пространстве пространство раскрывающиеся в пространстве свет растворяющийся в свете покойтесь бытии свободно пребываете в своем исконном просторе и наблюдаете как из исчезающей далекой точке на самом краю горизонта нечто медленно приближается это первое дыхание жизни вместе с этим вдохом вы обретаете новые тела у желаниях возникающих по мере того как приближается новое воплощение заметьте угасание света что предшествует мигу забвения попробуйте сохранить бдительность в процессе вхождение в тело заново каждый вдох 1 каждое дыхание совершенно новое вы снова родились в теле чтобы изучить то что родилось и то что бессмертно вы рождаетесь ради блага всех чувствующих существ легкое тело снова вживается в грубое тело жизнь снова воскресает вместе с возможностью обрести настолько ясное сознание что она устранит всякую вероятность того что вы будете мертворожденным всю жизнь каждый вдох 1 вы родились для служения исследования чтобы привнести в мир каким бы он ни был больше сострадания каждый вдох большая драгоценность он позволяет легкому телу еще на одно мгновение остаться в своем земном сосуде на вдохе войдите в этот мир чтобы обрести исцеление которого вы так долго искали и чтобы петь песню которую так долго разучивали с тех времен когда сидели по священным деревом были прикованы к кресту или глядели в глаза своему умирающему ребенку никто не говорил что будет легко но трудности будут плодотворны каждый вдох первый последний единственный вдох который может перенести нас из нашего беспамятства в сияющий центр живой истины пусть смерть стоит за левым плечом каждого живущего существа а в центре их сердца пребывает доброта пусть все существа будут свободны от страдания пусть все существа познают громадное счастье своей великой природы пусть все существа пребывают в мире джиннифер для джиннифер которая умерла на свой двенадцатый день рождения кекс с одной розовой свечой на тумбочке рядом с ее кроватью а над нею распятый христос на больничной стене наконец она освобождается когда лейкемия поглотила большую часть ее юности ее тело замирает и на последнем дыхании иисус поднимает ее с креста закончились годы болезни теперь она свободно может ездить на своей любимой лошади сидя рядом с ее опустевшим телом я ощутил как древняя мария матерь сострадания пришла чтобы бережно заключить только что умершую в свои бесконечные объятия и как неторопливо собираются дети на ужин который был с любовью обещанным на голгофе я удивлялся слишком рассудочно будучи убитым горем как же если сегодня умерли тысячи людей мария одна может принять их всех и утешая меня она прошептала что когда тысячи людей смотрят на луну они видят тысячу нередко люди бывшие на волосок от смерти говорят что целая жизнь пронеслась у них перед глазами в этот безвременный миг люди беседы события звуки и образы прошлого живого скресая в сознании многих людей не до конца удовлетворяет то что они увидели по их мнению сценарий можно было бы доработать сюжетные линии оставляют желать лучшего актеры играли свои роли неважно и хотя порой представление казалось скучным и затянутым она слишком быстро закончилась они удивляются сколько всего они забыли и сколько всего произошло они почти сразу же погрузились обратно в сон своей жизни не осознав что если сейчас не предпринять ничего чтобы наша жизнь обрела целостность однажды когда смерть действительно настигнет нас и жизнь пронесется перед глазами слишком поздно будет пытаться что-то изменить не будем же откладывать пересмотр собственной жизни до момента смерти подумайте что можно завершить свои дела до того как истечет срок договора как только вы освоите практику расслабление живота а созерцание страха несколько расчистит пространство настанет подходящее время для того чтобы приступить к пересмотру жизни позволяющему отпустить прошлое и освободить место для будущего в 19 лет мне в руки попала книга по буддизму она показалась мне оазисом в безлюдной пустыне но я чувствовал что недостаточно чист чтобы она принесла мне пользу я был убежден что слишком поздно нашел решение и не смогу избавиться от бремени которые к тому времени уже нес но все же я купил эту книгу это было лучше чем небытие благодаря этому я пережил огромное обновление виде какие великолепные плоды принесла даже эта нерешительная готовность к продвижению я могу сказать лишь следующее не позволяйте уму который так пугает смерть жизнь и даже собственной тень принимать решение о том освобождать ли дорогу будущему избавившись от прошлого позвольте решить сердцу которые слишком часто затемняют нерешенные проблемы дайте ему возможность окончательно проститься с теми с кем нужно проститься отдать дань уважения своим друзьям и учителям простить одних и попросить прощения у других основным моментом при пересмотре жизни является благодарственная медитация в этой медитации мы вспоминаем о душевных временах старых друзьях особенных днях мгновениях озарения и исцеления а также о любви благодаря которой все это обрело ценность с благодарностью и уважением мы впускаем свое сердце каждого из близких людей по отдельности и вступаем с ним диалог обычно в подобных беседах раскрывается много ощутив реальную связь с человеком неважно длилась ли она несколько минут или всего мгновения поблагодарите его и попрощайтесь с ним пока воспоминание будет растворяться встречайте каждое воспоминание с уважением расслабленно и расставайтесь с каждым образом сказав ему слова прощания каждый раз когда вы покидаете приятные или неприятные воспоминания делайте это осознанно нет никаких гарантий что вы когда-нибудь снова испытаете нечто подобное даже в воспоминании этот простой ритуал не так легок и поверхностен как можно вообразить наши слова прощания сопровождаемые переживанием утраты или вздохом облегчения становится все сердечнее с каждым мигом освобождения от прошлого существует вещи за которые каждый из нас испытывает благодарность точно также есть события о которых вы возможно жалеете они оставили после себя воспоминания с которыми вы до сих пор не разобрались которые окружены чувством сожаления вины и ненависти к себе с одной стороны и переживаниями фрустрации гнева и даже фантазиями о месте с другой и часто эти воспоминания ассоциируются с такими переживаниями эти болезненные воспоминания как любая другая боль вызывают о помощи они составляют сердцевину наших неразрешенных проблем в целом существует три вида воспоминаний приятные неприятные и нейтральные воспоминания затрагивающие наше сердце это приятное воспоминание на них мы направляем свою благодарность воспоминания из-за которых мы напрягаемся являются неприятными воспоминаниями на них мы направляем ясность и прощение некоторые люди из прошлого могут вызывать в нас как приятные так и неприятные воспоминания в нашем уме может присутствовать даже легкая обида на тех кого мы любим с некоторыми из людей которые по нашим ощущениям причинили нам боль у нас также возможно связаны особенные моменты за которые мы можем испытывать благодарность хотя наше умение прощать здесь подвергается испытание посредством практики открытости к неожиданным чувствам этот процесс делается более тонким ясность возникает из-за сознания изменяющихся состояния ума прощение возникает из сердца который больше не может оставаться закрытым для себя или для других из сердца который ценит свободу больше чем желание скрыть собственную боль прощение избавляет от неразрешенных проблем это одна из основных граней пересмотра жизни ее следует развивать одновременно практикуя благодарственную медитацию прощение позволяет нам двигаться вперед так что нас больше не останавливает неготовность принять свою боль как путь к остырению давайте вспомним тех кто как нам кажется причинил нам боль выразимом свои чувства и внимательнейшим образом прислушаемся к их предполагаемому ответу пусть этот человек если хочет извиниться перед нами или если нужно обратиться в бегство мы приглашаем его в преддверии своего сердца и признавая его глубокую боль и растерянность даруем ему шанс на прощение просто чтобы увидеть каково это простить этого человека и чтобы почувствовать что в данном случае может принести исцеление этот постепенный и удивительный процесс не терпит спешки силовые действия приводят лишь к тому что сердце закрывается проведя несколько минут с воспоминанием изучив его внутри и вступив с него общение попрощайтесь с этим человеком наблюдая как с каждой встречи и раздаванием страх постепенно растворяется и возрождается доверие к происходящему с вами в ходе этих бесед собственной болью можно заметить как из тени выходят те люди возможность прощения будто бы притягивает их у которых мы сами хотели бы попросить прощения поговорите с ними и очень внимательно выслушайте что как нам кажется они могли бы сказать нам в ответ завершайте беседы отношения незаконченные в прошлом попросить этих людей о прощении и начните задумываться над тем что можно сделать чтобы искупить свою вину ум на самом деле обретает покой не благодаря раскаянию но благодаря намерению больше не повторять действий причиняющих вред благодарность можно выражать множеством разных способов точно так же исправлять ошибки можно на самом разном уровне медитация на прощение позволяет интуитивно понять что требуется сделать в конкретном случае письмо звонок визит к человеку и особенно молитва за его благополучие все это может оказать глубокое целительное воздействие или же можно воспринимать другого человека как существо своего сердца они как объект ума и учить его прощать и принимать прощение игриво разделяя с ним тайн это отнюдь не беседа в сущности разделяющий нас пространство становится особенно ощутимым именно тогда когда мы пытаемся его устранить не саргада так говорил ум создаем бездну а сердце и и пересекает часто случается что человека вину перед которым мы хотели бы искупить больше нет нашей жизни возможно он или она умер умерла переехала жить в другое место или исчезла в глубине истории нашей жизни представляю себе что беседуете с тем кому как вы боитесь причинили боль вы смело впускаете его в свое сердце чтобы разобраться с неразрешенными проблемами важно конечно избавиться от долгов некоторые долги можно отдать выписав чек случае с другими возможно придется копнуть глубже при переходе из мира тени в мир света от некоторых форм цепляний мне было освободиться сложнее чем от других в 20 лет тогда я около года интересовался буддизмом заглянув магазин восточного искусства я стащил оттуда маленькую керамическую фигурку бодды изготовленную в 19 веке украденный мною бонда оказался хмуром и очень решительным бодхитхармой глядя на которого я понимал что просто так не отделаюсь на протяжении многих лет он преподает мне самый жесткий урок честности и прямоты в то время как другие изображения будут появляются исчезает хотя его лицо не утратила своего хмурого выражения он глубочайшим образом вдохновляет меня на то чтобы отпускать поверхностное стремление и прислушиваться к сердцу спустя два года после кражи этой глиняной фигурки я отправил в магазин чек на ее оплату приложив к нему письмо с извинениями как мне рассказывает ежедневно универсамы получают тысячи долларов от магазинных воров раскаившихся в содеянном на миг мне показалось что старый бодхитхарма улыбнулся но затем я понял что это на моем лице появилась улыбка искупление вины питает сердце и умиротворяет ум забавно что этот хрупкий удивительный хмурый бодда чистой любви едва ли не единственный предмет который сохранился у меня за эти сорок лет он стоит на нашем алтаре рядом с подарком далай ламы и фотографиями нескольких любимых учителей золотой буду это буду мудрости нефритовый буду буду сострадание однако украденный буду оказался самым лучшим ведь он напоминает мне о силе преображений перед тем как углубиться в эту весьма искусную практику я бы хотел сказать следующее я не верю что можно избавиться от всей той боли что наполняет наши самые болезненные воспоминания в течение нескольких месяцев посылая энергию благодарности в сторону приятных воспоминаний энергию прощения в сторону неприятно говоря прощальные слова обитателям нашей памяти и осознавая возникающие и исчезающие состояние ума однако благодаря этому давно забытые чувства могут снова вернуться в сердце где вы сможете заново их пережить в большей открытости и с несколько большей мягкостью этим я не хочу сказать что нужно стремиться силы вызвать в себе чувство прощения или благодарность благодаря простому прикосновению к тяжелому воспоминанию и хотя бы минимальной готовности к исцелению привязанность и напряженность вокруг этого воспоминания начинают смягчаться возможно в конце концов мы научимся с благодарностью относиться к нашей жизни в целом не потому что на во всем была приятной но поскольку она стала уроком привезшим нас к этому важному моменту самонаблюдение не могу говорить за других людей но когда я взялся за наведение порядка в доме в частности исследуя основание своей жизни года юности то обнаружила что моя юность была полна недоверия эгоцентрического удовольствия и эмоциональной нечестности часто перечитываете первые главы истории своей жизни я замечал что волновался о переживаниях других только для вида встретиться с этим фактом лицом к лицу было для меня не легче чем встретиться на пути с трехголовым демоном было очень трудно не отвернуться от этих образов они казались слишком реальными и болезненными но тогда я вспомнил слова которые любил повторять один мой учитель мысли тигре это не тигр воспоминание событий это не само событие но его отражение на непрестанно меняющейся поверхности ума эти образы на экране сознания некоторые описывает как своеобразный гимнастический зал для сердца в котором наша цель не поднять как можно более тяжелый груз но отказаться от всякого груза отпустить его другие понимают эту стадию становления связи содержанием памяти сознания в качестве репетиции возможности поработать с чувствами возникающими в подобных ситуациях ведь мы снова можем с ними столкнуться скажем при путешествии через смерть было ясно что если бы тогда я не смог со страданием и ясностью открыться определенным сложным воспоминанием они продолжали бы препятствовать моему путешествию через жизнь и смерть только из-за страха смерть кажется мелким озерцом на которые смотришь с высокого обрыва пересмотр истории вашей жизни цель которого как выражение благодарности по отношению к прошлому так и исцеление былых ран может потребовать нескольких недель месяцев или все оставшиеся жизни ведь постепенно в поле внимания будут возникать незамеченные уровни привязанности раскрываясь перед вами для исцеления это сильно я поначалу немного горькое лекарство но она будет становиться все слаще по мере того как благодаря прощению и благодарности осознанности и состраданию нам будут дарованы несметное благословение когда прощение начинает жить собственной жизнью а страдание связанные с болезненными событиями достаточно утихает чтобы мы поняли чему оно призвано научить нас прошлое приобретает иное значение мы получаем как говорит андреа дар раны понимание силу уважение к состраданию и внимательности в которых нуждаемся для исцеления разных других сторон своего существа в своей книге как вырастить белый лотос буддийский мастер дзен кенет роши рассказывает о том как она занималась пересмотром своей жизни каждого события каждого озарения всех своих побед и поражений после того как и сообщили что она умрет она говорит что так она оказалась лицом к лицу жизнью правда ее размышления жизни обрели такую мощь невозможно предположить чтобы нечто подобное случилось с кем-то еще что ее тело на самом деле не погибло но осталось приютом для движения в сторону просветления хотя этот процесс был запущен не с целью исцеления она нашла успокаивающим тот факт что принятие даже тяжелых воспоминаний исцелению не препятствует люди занимающиеся медитации в течение нескольких лет возможно уже отчасти провели эту работу в два часа дня в тишине зала для медитации жизнь снова и снова предстает перед нами призывая к тому чтобы разобраться в ней возникают воспоминания переживаются чувства исследуется сознание в сердце возникает приятие и наступает следующий миг когда я стал заниматься медитацией то у меня было очень мало воспоминания времени когда я был младше девяти десяти лет теперь я могу ясно припомнить свои первые дни рождения и переводные картинки с танцующими медведями лежавшие мои кроватки главное при пересмотре жизни сосредоточенное размышление мы оглядываемся на свою жизнь не так будто она до сих пор принадлежит нам но как будто мы стоим на пороге расставания с ней мы вспоминаем о прошлом так как если бы это был последний глоток старого вина последний поцелуй ушедшего возлюбленного последний шанс ощутить жизнь столь полную наших собственных человеческих переживаний это целительное созерцание данный процесс подразумевает что мы встречаем хорошие времена с глубокой благодарностью а плохие времена после того как основательно изучим гнев таким же образом как созерцали страх все более глубоким прощением мы признаем что тяжелые времена могут быть для нас хорошим уроком и позволяют нам открыться более глубоким дорогам жизни приносящим большее счастье нежели неудовлетворенность а мой друг глубоко ушедший в этот процесс пересмотра говорит о нем так поначалу все либо восторг либо мерзость затем становится хуже затем лучше гораздо лучше все чаще кажется будто все идет так как надо во многих отношениях пересмотр жизни не столько созерцание прошедших событий сколько переучет оставшихся чувств признание того что какая-то работа завершена определенные моменты еще требует исцеления один врач работник хосписа говорил то же самое отмечали некоторые духовные учителя иногда первый серьезный шаг не дает человеку покоя или какого-либо исцеления сущности иногда люди выглядят и чувствуют себя хуже однако их существо стало полнее они выпустили свои подавленные забытые части на поверхность и наконец уделили ему внимание некоторые терапевты с которыми я обсуждал практику пересмотра жизни выражали озабоченность тем что подобная практика может быть слишком сложной для человека по их мнению жизнь большинства людей настолько трудно что им возможно лучше не ворошить змеиное гнездо безусловно мы воспринимаем рекомендации терапевтов всерьез и советуем людям вступающим в этот процесс пересмотра делать это медленно и не прилагая лишних усилий не бросайтесь к своим тяжелейшим воспоминаниям переполняясь гневом и чувством вины прежде чем исследовать возможности прощать и просить о прощении построите фундамент виде благодарности и осознанности начните со своих бесчисленных обид и жалоб изучите страдания в своем сердце и развивайте сострадание не только по отношению к своей боли но и к боли вообще знакомые всем нам в практике пересмотр жизни вы испытаете весь спектр эмоций возмущение ножей которые другие люди взвалили вам на плечи стыд из-за ножи которую вы взвалили на плечи других благодарность за то что нам даровано и радость от того что мы даровали другим если вы столкнулись с травмой или насилием лучше не пытаться пробудить подобные воспоминания вы можете разобрать множество других моментов из области памяти а эти мысли и чувства пусть выжидают безопасного времени для выхода на поверхность правда каждый раз когда вы ощущаете себя в роли жертвы исследование может принять сложный оборот поскольку на определенном этапе вы обязательно предстанете перед лицом обидчика пусть даже в воспоминаниях и это сущий кошмар для той вашей части что притесняло других но стоит ли это откладывать почему бы прямо сейчас не разобраться в своих старых долгах и не понять как быть с ними дальше как говорится еще не вечер и пока ваше сердце открыто не полностью все останется как прежде и вы будете вечно вертеться в круге своей адской привязанности если вы уже проходите терапию посоветуйтесь со своим терапевтом по поводу того как эта практика может повлиять на текущий ход вашей совместной работы если вы не находитесь в терапевтических отношениях с профессионалом можно договориться таких отношениях с близким другом где вы сможете обсуждать любые вопросы чтобы у вас появилась возможность вслух размышлять о своей внутренней работе в ходе пересмотра жизни у любого из нас наступают моменты когда путь становится настолько трудным что приходится постоянно помнить о необходимости снова погружаться в сердце подобно тому как альпинист прибегает к кислородной маске если вы не принимаете каждое воспоминание практикуя расслабление живота с прощением и благодарностью то пересмотр жизни может стать более тяжким и менее целительным делом чем должен этот процесс не должен превращаться в перетирание старых мыслей и чувств освещаемых довольно таки вялым и несколько подавленным обыденным умом скорее речь идет о собирании сознания заново до того как смерть сделает это за нас чтобы с новой силой осветить прошлое милосердием поскольку как упоминалось ранее страх смерти может включать в себя страх наказания пересмотр жизни во многом может избавить нас от последнего поскольку это практика позволяет нам пережить своей душе страшный суд без всякой спешки когда мы совершенствуемся в отказе от самоосуждения и бросаем эту частицу своего страдания самое сердце стремление к свободе в душе может возникнуть нечто настолько прекрасное что трудно будет в это поверить это чувство все пронизывающие любви к себе по словам некоторых это восприятие себя глазами бога и страх переда игловой утихает приближение самой истины вызывает внутренний подъем буду провозгласил эту истину сказав что вы можете обойти весь мир и не найти никого достойного любви в большей мере чем вы сами когда я занимался пересмотром своей жизни то вспоминал некоторые совершенные поступки с ужасом и стыдом я удивлялся неужели эти уродливые следы будут вечно пятнать путь который я прошел и вздыхал о том как тяжело должно быть приходилось тем кто путешествовал вместе со мной но показное раскаяние во время исповеди едва ли как-то поможет нам бы хотелось искупить свои грехи но сегодня трудно найти в лосиницу на которой не красовался бы какой-то девиз тогда нечто более мудрое чем наша боль напомнят если мы позволим себе ощутить боль тех кого мы ранили и будем неизменно направлять в их сторону пожелание благополучия то исцелиться каждый один из самых трудных процессов исцеления через который нам придется пройти связан с позволением простить себя но он является одним из самых плодотворных впрочем как говорит моя дорогая подруга элизабет кублер росс все хорошее достойно того чтобы быть правдой воспоминания спонтанно всплывает из-под поверхности сна вызывая к нашему вниманию они ждут своего часа чтобы обрести исцеление и ставит нас перед вопросом что я могу сделать чтобы обрести мир в самом себе и умереть спокойно эта практика расчищение пути выполняемая с намерением излечить старые раны и вознести хвалу прежде любимым она требует времени и лучше заняться ею до того как из-за ближайшейся смерти силы вашего тела вас покинут способность к сосредоточению ослабнет а эмоции станут рассеянными один человек сказал что память больше похоже на картину чем на фотографии некоторые же из таких картин носят несколько абстрактный характер их стиль варьируется от франжевика до пикассо некоторые с возрастом потрескались и выцели их контуры стали неясными и беспокойными меняющими форму слишком быстро чтобы можно было их оценить даже искренние стремление к выявлению и восстановлению подобных событий и чувств может потерпеть крах когда я размышлял над определенными главами своей истории их подробностей растворялись в океане противоречивых представлений и отношений трудно было понять как уместно было бы на них откликнуться в такой ситуации я просто направил искренние пожелания благополучия в сторону тех людей с кем я пережил полузабытые моменты жизни прося у них прощения за любые неприятности которые могли возникнуть по моему невежеству и посылаем благодарность за время которое мы провели вместе существует два других уровня на которых можно применять практику пересмотра жизни первый называется пробуждение во сне второй же это уровень где эта практика может применяться также как тибетская книга мертва частью настоящей подготовки к смерти является окончательное отпускание истории своей жизни и созерцание ее с беспристрастностью и чувством завершенность наблюдая картины своей жизни на привычном экране сознания мы даже можем задаваться вопросом и все же чья это была жизнь мы наблюдаем как собственная жизнь проносится у нас перед глазами как чужое торжество и посылает нам воздушный поцелуй когда мы проходим мим мы становимся подобное лакшману из рамаяны когда он сел у реки готовясь умереть и сказала глядываясь на свою жизнь похоже будто жизнь что-то о чем я грезил когда-то давным-давно в далеких краях то как мы реагируем на прошлое сильно влияет на наше переживание настоящим польза пересмотра жизни заключается не только в том что мы обращаем внимание на свое отношение к прошедшим событиям но и в том что замечаем прошлое как таковое воспоминание не меньше иллюзия чем любая другая мысль взгляд на него постоянно трансформируется и она подвержена влиянию окружающих установок с неизменно возрастающей безусловной осознанностью одинаково принимая приятное и неприятное скорее как увлеченный ученый исследователь чем как изможденный судебный секретарь мы начинаем лишать память и реакционной силы больше не желая проживать свою жизнь будто она досталась нам из вторых рук мы входим прямо в момент воспоминания позволяя своему сердцу погрузиться в него признавая что прошлое как и настоящее обладает не настолько твердой реальностью как нам хотелось бы представлять мы изучаем непрестанно меняющийся мираж своих воспоминаний которые время от времени имеют неясный иллюзорный характер сна внутри сна и ощущаем что вещи не таковы какими кажутся такое понимание называется пробуждение во сне в нем вы осознаете в какой мере память зависит от нашего представления о себе а это представление не более реально чем любая мысль на этом уровне мы начинаем замечать что воспоминания перед нашими глазами столь же невесомой нереальны как текучий мир похожий на сон который как сообщают многие появляется в промежутке между умиранием и смертью мы пробуждаемся для наблюдения за тем как мы видим сны о себе это пробуждение не обязательно заставит нас проснуться но она позволит нам осознать что мы спим признав это мы становимся готовы к переходу на следующий уровень мы можем начать заново перечитывать свою книгу жизни на этот раз не пропуская примечаний не добавляя диалогов и не делая вид что это документальная история мы начинаем применять техники подобное описано в тибетской книге мертвых где говорится о препятствиях на пути через смерть и о том что в смерти как в жизни состояние нашего ума создают образы духов и ангелов прикасаясь к сменяющим друг друга образом сознания в частности к воспоминаниям мы осознаем что дух стоящий перед нами это дух внутри нас мы понимаем что насколько мы сможем сейчас наполнить его целительным вниманием настолько мы в дальнейшем сумеем обратить этого противника союзника а преграда на пути важный рубеж такая практика позволяет наблюдать за тем какие воспоминания и мысли заманивают нашу внимательность в сети мы видим как страх похоть вина и гнев увлекают наше сознание погружая его фантазии мы определяем какие образы ума олицетворяют определенные представления и точки зрения как говорил один человек любая точка зрения слишком узка чтобы быть целой истиной эти установки подобны костям которые выдают скелет висящий у нас шкафу они создают как этот мир так и мир иной в этом мире мы переносим эти восстановки на других людей в ином мире они будут снова обращены на нас нас пугает мысль о том что будет делать ум после смерти поскольку знаем что ума и свой собственный ум мы распутываем настоящее развязывая узлы прошлого помни о том что этимологические слова ностальгия означает возвращение к боли мы не держимся за прошлое но освобождаем его от тяжкой нож не превращая свое детство в икону радости или ужаса не блуждая между принятием отрицанием мы отпускаем старые привязанности и позволяем жизни обрести полноту на этом пути мы встречаемся с самими собой и осознаем что являемся отражением собственной обусловленности а выходя за пределы этого осознания и любых других представлений способных вызвать в нас привязанность сливаемся со своим бессмертным существом процесс пересмотра жизни к этой практике можно приступить в любой понедельник и завершить ее в любой момент до своей смерти спокойно сядьте на некоторое время и воскресите в памяти человека из прошлого чья доброта тронула ваше сердце вообразите что говорите с этим человеком скажите ему что он для вас значит выразить ему свою благодарность как если бы ваши сердца были связаны поблагодарить его и по завершении беседы попрощайтесь скажите ему слова прощания так как будто вы никогда с ним больше не встретитесь даже в воспоминаниях вспоминайте неторопливо одного за другим друзей учителей родителей предков товарищей возлюбленных и даже домашних животных с кем вы ощущаете близость кто способствовал развитию вашего сердца скажите этим людям насколько вы цените их заботу и доброту направьте благодарность их образу когда пространство между вами наполнится любовью настанет время расставаться и прощаться как будто вы можете больше никогда не увидится каждый раз когда вы встречаете небезразличных вам людей с благодарностью и признательностью переживания едва заметно меняются по мере развития беседы и прощание становится больше похоже на завершение чем на расставание когда эта практика расширится охватив не только людей но и моменты из прошлого которые вызывают вас чувство благодарности сосредоточьтесь на восстановление в памяти тех событий и впустить это мгновение красоты в свое сердце порадуйтесь своему счастью когда сцена из воспоминаний полностью исчерпает себя с благодарностью попрощайтесь с ней и в этот момент не оглядывайтесь назад практика пересмотра жизни а также благодарность и умение прощать развивается в неразрывной связи взаимно поддерживая и питая друг друг после нескольких дней или недель занятия практикой благодарности наступает время для совершенствования в медитации на прощение вспомните человека который причинил вам боль не самого ужасного обидчика но того который скорее вызывает у вас чувство обиды чем ненависть или ярость того вспоминать о ком неприятно но кто не настолько вас злит чтобы вы не могли расслабить мышцы живота вызывая в память его образ не торопитесь заметьте насколько этот человек должно быть утратил связь со своим сердцем если так отнесся к вам насколько он безволенно напуган всего лишь на одно мгновение в качестве эксперимента в исцелении подарите ему возможность пусть и ускользающий малую обрести прощение наблюдайте что вы при этом чувствуете отмечайте как тоскует сердце по освобождению от своего горя отпустите его раскройте кулак в котором зажат это воспоминание пускай его пребывание в этой возможности станет более свободно пусть к этому воспоминанию смелосердием прикоснется та часть вас которая на себе испытала моменты прощения и даже холодного равнодушия в прощении есть элемент смирения полезны как для прощенного так и для прощающего самым важным шагом на пути к прощению себя является прощение других качество прощения углубляется вплоть до того что она охватывает то в нас что мы считаем никчемным это удивительный процесс достойной благодарности постепенно по мере того как в уме начнут возникать также неприятные воспоминания совершенствуйтесь в практике расслабления живота смягчаясь по отношению к напряженным местам вы позволяете сгладиться их острым углам в неизменно расширяющиеся открытости возникающие благодаря расслаблению живота откройтесь тем воспоминаниям которые как вам кажется еще несут в себе боль и чувства указывающие на незавершенность без спешки сосредотачиваясь на каждом отдельном воспоминании осознайте что тот другой человек испытывал страх и простите ему боль с которой он не смог справиться и которую выместил на вас простите ему его слабость и высокомерие пусть он станет для вас предметом медитации на прощение когда вы почувствуете что глубже идти не можете без принуждения себя попрощайтесь с этим человеком позвольте ему идти своей дорогой чтобы в ближайшем будущем снова обратиться к нему с прощением когда практика внимания к воспоминаниям разного рода станет более совершенной нам больше не придется заранее решать будем ли мы работать с приятными или неприятными воспоминаниями но мы сможем открыть двери интуитивному потоку любых воспоминаний которые пожелает появиться какими бы они ни были по мере углубления в процесс пересмотра своей жизни позвольте равно как приятному так и неприятному искать вашего внимания и пусть в сердце благодарность чередуется с прощением замечайте воспоминания стоящие у порога сознания в неуверенности насколько безопасно будет проявиться исследуйте характерные черты каждого воспоминания вызывающего к вашей заботе отметьте насколько настойчивы одни воспоминания и как неохотно появляются другие некоторые из них смелые другие же весьма застенчивы пригласите их всех в свой дом когда в просторе становящемся все более благодатным возникают более тонкие воспоминания всевозможного рода мы начинаем сильнее доверяться процесс он начинает жить собственной жизнью чуя возможности он жаждет дальнейшего развития наконец обретая способность открываться навстречу нашей самой тщательно оберегаемой закрытости приближайтесь к трудным воспоминаниям так как вы бы приближались к большому костру подходите к нему шаг за шагом сядьте и привыкните к жару затем снова встаньте и сделайте еще один осознанный шаг затем снова присядьте чтобы привыкнуть к новой ситуации нет необходимости стремительно бросаться в костер чтобы ваш герой эго мог погибнуть смертью викинга такая бравада не заставит ваши раны затянуться она сплавляет нашу беспомощность с отчаянием создавая навязчивые чувства собственной неполноценности вы достигните успеха только при мягком и постепенном приближении если то к чему вы стремитесь своевременное завершение чувство уверенной целостности сущности при несколько большем созредоточении мы можем научиться гасить этот огонь не потушив его собственным телом но устранив его горючее нашу привязанность к страданию наше нежелание позволить себе простить других или быть прощенными конечно пересмотр жизни это не просто повторное переживание тяжелых событий это также праздник сердца это возможность обнять тех чьи объятия всегда были для вас бесценны продолжить разговоры начатые года назад что все еще эхом отдается вашей голове это шанс склонить голову перед теми кто научил вас кланяться и направить любящую доброту в сторону тех кто научил вас любить у нас уходит тысячи мгновений припоминания на то чтобы остаться в открытости достаточно долго и полноценно установить связь со своим прошлым а не уходить от него и чтобы понять что вещи которые вы считали неисправимыми уже преобразуется когда мы снова и снова наблюдаем за разворачиванием истории своей жизни благодаря повторению этих скритичных образов и отсутствию противлением мы начинаем видеть их несколько менее субъективным образом мы начинаем принимать свою жизнь менее близко к сердцу мы наблюдаем за ней так как сказал акшман как то о чем мы грезили как-то давным-давно в далеких краях парадоксально но наша жизнь кажется менее надежной чем мы воображали при этом становясь более совершенным уроком чем мы предполагали раньше когда мы рисуем перед собой мир по своему собственному образу и подобие это называется малым сном такой сон считается малым не только потому что охватывает лишь малую часть нашего величия но и потому что из-за него мы сохраняем такое обличие как на протяжении жизни так и в смерти когда мы чувствуем что в нас есть нечто более великое чем возможно описать даже при помощи образа священной пустоты то сначала наше тело затем наш ум а вскоре наше сердце растворяются в ясности и просторе для которого даже слова бог будет недостаточно мы переживаем неописуемый покой возникающие сердце неописуемой истины это большой сон в котором мы пробуждаемся для понимания природы своего сновидения и понимаем что наша жизнь определяется неполученным опытом но воспринимающим этот опыт сердце для полного пересмотра жизни потребовалось бы припомнить все свое прошлое в целом но на это могли бы уйти все оставшиеся годы не ставьте свою жизнь на перемотку и не принуждайте себя к воспоминаниям вместо этого просто позвольте воспоминаниям всплывать из-под поверхности сна постепенно устраняйте завесу цензуры между известным и неизвестным между теми частями ума которые так неуклюже назвали сознанием и бессознательным забавно но то что обычно называют сознательным умом обыкновенно находится на периферии внимания в то время как более глубокие уровни на которых по большей части прибывает наше сознание и протекает наша жизнь почему-то считаются подсознанием мы примиряемся со своей жизнью приходя к согласию с каждым ее образом по отдельности мы перестаем жить так будто жизнь шекспировская драма за которой мы наблюдаем с балкона держась на безопасном расстоянии будучи скорее ее зрителями чем участниками чтобы начать принимать свою жизнь в ярком свете нового дня сцена за сценой действия за действием не нужно дожидаться пока на подмозке выпрыгнет смерть повернется к нам и выкликнет наше истинное имя благодаря практике пересмотра жизни мы осознаем в какой степени мы превратились в случайных наблюдателей своей жизни мы редко полностью присутствуем здесь и сейчас и больше склонны обдумывать свою жизнь чем непосредственно ее проживать мы редко достаточно доверяемся умению отпускать чтобы полностью слиться с переживаемым наше недоверие к смерти прямо пропорционально нашему недоверию к жизни пока мы не перестанем определять себя при помощи памяти мы никогда не узнаем кем являемся или не являемся на самом деле кстати говоря один учитель медитации говорил что мы наблюдаем ум чтобы понять что на самом деле мы это не ум и что мы ищем самого ищущего мы являемся сознаванием самим по себе выходящим далеко за границы незначительных воспоминаний и мыслей возникающих в его просторе именно отождествление с этими молекулами мыслями ограничивает наше величие вписывая его в рамки нашей неудовлетворенности это отождествление усиливает страх что мы окажемся недостойными попасть в рай держась за этот страх мы попадаем в ад но стоит его отпустить и мы окажемся в раю все что держится на плаву может помочь нам переправиться на другой берег когда в своих предыдущих книгах я использовал выражение другой берег некоторые люди ошибочно решили что оно обозначает смерть однако как и в классических буддийских текстах оно указывает на полную свободу обретаемую в просветлении именно это для очень многих людей представляет трудность мы воображаем будто смерть возьмет на себе весь наш труд и освободит нас этого не случится мы призваны выполнить эту работу самостоятельно смерть освободит нас от тела но весь оставшийся путь нам придется пройти самим потому давайте оставим все чем владеем и станем мертвыми для мучительных дилем где приходится выбирать между ненавистью к себе и самовозвеличиванием давайте поблагодарим наших возлюбленных и друзей склонимся перед учителями и прижмем к сердцу свои трепещущие страхи сделайте вдох идущий от самого сердца первый вдох вдох новой жизни свободный от предыдущей прощение приносит в жизнь обновление поскольку оно помогает завершить то что не завершено даже безуспешная попытка простить скрывает в себе существенную силу заключенную в самом намерении мы не можем принудить себя к прощению поскольку сердце закрывается из-за насилия но можем исследовать возможности прощения его способность к исцелению прощающего а иногда и того кого прощает мы можем настаивать что не страдаем но это лишь показывает насколько омертвели наши чувства и насколько напряженным из-за пережитого стал наш живот чтобы защитить нас от горя эта броня выращенная нами вторая кожа лишенная нервных окончаний непроницаемая ничего не впускающая и не выпускающая но смерть это мягкий пинок если мы еще способны его ощутить это напоминание о том что лучше простить других сейчас пока еще не слишком поздно сказать я прощаю тебя и освободиться от чувства вины прощение не является оправданием недобрых поступков но в прощении мы принимаем человека который действовал в тот момент и чьи неловкие приемы привели к столь неумелому поведению прощение не оправдывает воровства но всего лишь прикасается к несчастному сердцу вора это милосердие в действии подобно тому как сострадание это мудрость в действии медитация на прощение медитативная сторона практики прощения начинается с того чтобы спокойно сесть и воскресить в памяти человека по отношению к которому вы ощущаете обиду начните если возможно с человека менее всего нарушившего ваши границы и очень медленно почти как в эксперименте расширяйте свое милосердие на всех тех кого пришло время простить некоторых людей связанных для вас с более глубокой болью можно на какое-то время не вводить в этот круг или лишь отчасти впустить их туда пока вы не дадите им знак приблизиться это медленный удивительный процесс в этом экспериментальном исследовании свободы обращайтесь к каждому со словами я прощаю тебя и внимательно наблюдайте за тем как возрастает напряжение у вас в животе и отпустите его беззвучно беззвучно повторяйте в сердце я прощаю тебя заметьте как ум начинает пробуждаться для возможностей поговорите с этим человеком скажите ему или и о своих чувствах и вслушайтесь в то что должно поведать ваше сердце обратитесь к этому человеку в любых выражениях которые вам кажутся подходящими со следующими словами я прощаю тебя за всю боль которую ты мог причинить мне намеренно или ненамеренно из-за своей забывчивости непонимания злости недоверия или доброжелательного безразличия скажите ему я прощаю тебя прощаю своими собственными словами если это не вызывает у вас отторжения когда ваше сердце отвергает кого-либо это причиняет сильную боль будьте милосердны к себе простите этого человека по мере упражнения в этой практике ваша способность сердечно открываться людям дабы дать им возможность быть прощенными будет развиваться расширится по всей видимости пространство отводимое в душе как и пространство которое вы отводите самим себе прощение это проявление сострадания по отношению к себе самому пусть образы этих людей пребывают в вашем сознании в окружении мыслей желающих им благополучия когда же вы почувствуете что на данный момент работа завершена попрощайтесь с ними до следующей встречи при углублении этой практике с тем чтобы не только прощать но и принимать прощение наш следующий шаг вспомнить человека который держит на нас обид впустите в свое испуганное сердце того кому в прошлом могли причинить боль чтобы приблизиться к возможности обрести прощение обращайте внимание если какая-либо часть вашего ума избегает просить прощения часть которой возможно кажется что она заслуживает страданий будьте милосердны внимательно наблюдайте как напрягается ваше нутро страдающие от вины и терзаемые ею расслабьтесь позвольте старым призракам окунуться в пространство более мягкое и приемлющее чем сжатый кулак самоосуждения расслабьте живот и всего на миг припомните какую боль испытывали вы сами когда нанесли вред другому человеку вспомните страх недоверие непонимание и даже защитное безразличие приведшие к вашему невежественному поступку ощутите боль которую могли этим вызвать и встретите эту боль с состраданием и прощением и пусть ум обнаженный в этой боли начнет погружаться в океан сострадания во всепрощающее сердце и пусть он поклянется больше не повторять действий причинивших другим боль именно так вы совершенствуетесь в практике исправления ошибок разговаривая с человеком которого вы могли ранить слушая его версию произошедшего и горячо желая ему благополучия обратитесь к нему со словами прости меня сколь бы неловким и болезненным это не было снова неторопливо скажите ему прости меня за все что бы я не сделал намеренно или не намеренно что причинило тебе боль дайте себе шанс на то чтобы обрести его прощение не сопротивляйтесь ему не цепляйтесь за свое лицемерное страдание отпустите его отпустите это состояние ума которое порождает так много проблем нуждающихся как вы видите теперь когда остается все меньше времени для жизни в каком-то разрешении впустите прощение ничто не может быть слишком хорошим позвольте себе обрести прощение в той мере в какой вы упорствуете в том что ваше собственное страдание необходимо вы настаиваете и на необходимости страданий других людей а если вы воображаете будто ваша боль каким-то образом отделена от боли других вы даже на элементарном уровне не понимаете каким образом страдание порождает страдание и как через свое страдание вы переживаете боль других прости меня за любой вред который я мог причинить тебе своим страхом высокомерием недоверием жадностью и невежеством позвольте себе ощутить как волны прощения исходящие из сердца другого человека проникают в ваше сердце впустите их позвольте ему простить вас и когда все закончится с благодарностью попрощайтесь с этим человеком скажите ему прощай до следующей встречи отпустив его с миром и многократно благословив по мере совершенствования в практике прощения и прощенности мы в конце концов достигаем точки когда становимся способны обратиться к самим себе и сказать прощаю тебя это состояние коренным образом отличается от того ада который стал для нас настолько привычным обращаясь к себе по имени скажите прощаю тебя проите к себе милосердие впустите себя назад в собственное сердце наблюдайте за тем как ум так упорствующий в своем страдании цепляется за боль отказывается ее отпускать может быть даже пытается заставить вас отказаться от свободы говоря что прощать себя значит себе потакать он знает чем вас подцепить за года жестокости по отношению к себе он обрел остроту простите это тоже даруйте прощение даже своему неумолимому уму пусть его жестокость проникнется вашей мягкостью не раньте и не оскорбляйте его пускай он просто пребывает в пространстве доброты который как он боялся больше не испытает подобно всякой боли эта боль просто ожидает вашего внимания позвольте любящей доброте наполнить эту боль наполнить ваше существо ради блага всех с кем вы делите жизненный путь и ради блага земли под вашими ногами также направьте это милосердие это любящую доброту и прощение вовне в мир пусть его сияние затронет всех с кем вы делите жизненные победы и поражения когда вы ощутите как сердце расширяется принимая в себя всех чувствующих существ разнесите пусть все существа будут свободны от страданий пусть все существа пребывают в мире позвольте границам вашей заботы и любви раствориться и охватить всех существ на каждом уровне бытия и прошепчите в открытости сердца пусть все существа во всяком месте видимые и невидимые будут свободны от страдания пусть они познают безграничную радость своей абсолютной природы пусть все существа используют возможность существования для обретения свободы пусть все существа преодолеют страдания и раскроют вечно неприкосновенную сущность своего истинного сердца благодарность в ходе моего годового эксперимента было достаточно очевидным что хотя я пытался жить так сказать будто бы завтра не наступит однако мне приходилось брать на себе обязательства по чтению лекции и проведению семинаров более чем на год вперед честно говоря честно говоря теперь когда я пишу эти строки весной 1996 года три месяца спустя моей предполагаемой смерти вкус каждого нового утра все более сладок а воздух все более свеж бюджет бюджет я никогда не слышал музыки подобной той песне которая раздается пока еще совсем тихо в моей душе моя жизнь никогда не была настолько обширные смерти благодарность это состояние в котором ум испытывает признательность по мере совершенствования в ней мы ощущаем как развивается в нас способность радоваться за других то есть быть счастливыми когда счастливы другие как и в ходе развития сострадания мы возможно станем ощущать чужую боль чтобы можно было начать радоваться за других и это только начало мы начинаем ощущать растущие чувства благодарности за всекое счастье которое переживают окружающие нас люди будь оно огромным или незначительным благодаря практике благодарности мы начинаем больше ценить жизнь она привносит гармонию в те части нашей личности в которых развилась привязанность к страданию из-за чего мы начинаем чувствовать себя жертвами жизни а воображаемый тон голоса которым Бог беседует с нами становится слишком пугающим хотя вы быть может предполагаете что чувство благодарности приведет к застреванию на одном месте к еще большей привязанности на самом деле благодаря ей становится возможным вступить в жизнь и в смерть с открытым сердцем благодарность высшая форма принятия подобно терпению она является одним из катализаторов одной из алхимических тайн позволяющих обратить пыль в золото ад в рай смерть в жизнь где благодарность там и учимся где сопротивление там обнаруживается только что из-за него мы пребываем в ужасном невежестве конечно если бы у нас было достаточно принятия для исследования собственного непринятия если бы мы поняли единственно то что сопротивление умножает наше страдание мы бы вечно испытывали за это благодарность мы едва ли можем притвориться что благодарны так же как не можем изобразить что простили кого-либо благодарность это способ восприятия способ существования это отклик со стороны нашей врожденной мудрости на накопившийся в нас разлад это сияющая почва на которую мы ободружаем свои бренные ноги когда я занимался пересмотром своей жизни встречая каждый момент переменчивого прошлого с безоценочным вниманием исцеление порой приходило в весьма неожиданной форме я отнесся к себе с большей добротой и готовностью отказаться от страдания за те периоды жизни когда я был падшим человеком такое развитие сострадания научило меня понимать слово отрешенность на уровне гораздо большего милосердия отрешенность термин часто очень неправильно понимаемый который на слуху у людей занимающихся духовной практикой по всему миру это слово из-за которого ум неосознанно страдающий с грустью объявляет себя сумасшедшим по крайней мере именно так я себя чувствовал когда в возрасте 19 лет не мог уместить у себя в голове как можно быть отрешенным от столь глубоких чувств и оставаться живым не говоря уже о том чтобы писать при этом стихи неверное понимание этого почтенного учения может заставить нас остановиться на пути пока мы не обнаружим что отрешенность означает не безразличие к собственной чужой боли но скорее умение отстраниться чтобы ясно и взвешенно наблюдать за тем что вызывает к исцелению постепенно мы понимаем что отрешенность означает отпускание а непривязанность просто позволение быть когда благодаря практике пересмотр жизни я ощутил доброту поразительно сходную с родительской по отношению к своему прежнему неверию в моей душе стала возникать некая благотворная отрешенность я чувствовал будто моя жизнь является жизнью моего единственного ребенка одновременно она гораздо больше и меньше моей собственной жизни она является тем к чему я могу подойти со всей искренностью не нуждаясь в посредниках постепенный процесс исцеления связанные с практиками прощения и благодарности углубляет нашу жизнь нас гораздо меньше начинает волновать похвала или вина слава или позор еще меньше мы боимся того что из-за прикосновения к определенным сторонам жизни наши люди могут рассыпаться и мы обнаружим что недостойны спасения в каком бы состоянии вы не находились и каковы бы ни были условия вашей жизни неважно выиграли ли вы лотерею или узнали что вам осталось жить всего год существует базовое в сущности основополагающее размышление о благодарности уместное в любой ситуации оно является углублением практики благодарности по отношению к отдельным людям это признание того что быть живым и пробуждаться к своей истинной природе большой дар базовые размышления о благодарности на хорошие и трудные времена найдите удобное место где можно сесть и устройтесь там по мере расслабления тела обращайте внимание на то насколько вам удобно почувствуйте свое сидящее человеческое тело тело в котором сознание непрестанно переживает чувство присутствия исследуйте это драгоценное человеческое тело временное пристанище вашей величественной сути ощутите как миг за мигом в потоке сознания возникает переживание ощутите как миг за мигом в неподвижном свете внимания возникает сознание это тело лаборатория для духа благословите его поблагодарить его за те возможности которые она дает взгляните на тело с благодарностью и уважением которые могли бы испытывать по отношению к старой вазе в которой ежедневно видите свежий букет цветов мой первый учитель часто отмечал какая-то невероятная удача обладать человеческим телом в которой можно продолжать нашу глубочайшую работу он говорил о том что способность понимать природу благодати это и есть благодать он имел ввиду сложность и радость обнаружения универсального в частном о том глубинном исцелении которые происходят когда иллюзорная отдельность растворяется в несомненной целостности будьте благодарны за этот момент где вы можете видеть так как видите и чувствовать так как чувствуете пример интересные формы ощущений могут быть доступнее для исследования чем некоторые состояния ума при которых они возникают можете знать что ничего не знаете и что в нашем знании нет ничего что на более глубоком уровне нельзя было бы постичь какая удача для нас присутствовать в этом мгновении в этом теле интуитивно признавать то что выходит за пределы нашего понимания даже в моменты трудности и запутанности какое благословение для нас быть здесь и как глубоки те учения ради которых мы родились будьте благодарны за доброту близких людей будьте благодарны за мгновение радости за ясность возникающую даже в боль за благословение в большом и малом будьте благодарны за то что наша боль не больше чем она есть будьте благодарны за свое великое сердце и способность к обретению целостности поблагодарите за ангелов которых вы встретили на пути за то что живете в таком мире в такое время где ценность сострадания нельзя игнорировать за то что родились в этом мире полном чудес и ужасов ощутите благодарность за то что среди миллиардов людей населяющих сегодня эту планету именно ваше сердце столь сильно притягивает возможность освобождения ощутите благодарность за путь заведший вас так далеко за любовь и благодать что спонтанно возникает в вашем истинном сердце поблагодарите за свое наследие ведь хотя представление о счастье своеобразный предрассудок от рождения у нас есть право на радость будьте благодарны за переживание присутствия просто за то что вы есть будьте благодарны за то что ваш лотос пусть и незаметно для глаза пробивается сквозь темные воды на своем пути к свету поблагодарите за то что нашему рождению и смерти сопутствует исцеление за великий свет загорающийся в миг припоминания поблагодарите за этот благотворный процесс ведение дневника чтобы лучше осознавать более тонкие состояния которые вы замечаете в ходе пересмотра жизни и тем самым способствовать исцелению рекомендую вам ввести дневник я начал делать записи которые затем превратились в эту книгу примерно спустя шесть недель после начала своего годового эксперимента совпало так что это произошло примерно в день святого Валентина такие дневниковые записи могут принимать форму стихов или рисунков прозы или писем к друзьям любую форму отражающую ваши чувства чтобы к этим записям можно было обратиться еще раз фиксирование состояния ума в дневнике это письменная форма практики внимательности большую часть своей жизни мы уделяем так мало внимания состояниям своего ума что едва ли что-нибудь знаем о своем внутреннем процессе письменное исследование возникновения и взаимозависимости состояния ума может на многое пролить свет когда мы наблюдаем некое состояние ума и признаем что гнев или страх не единичное состояние но процессы включающие в себя другие переживания такие как гордость сомнения беспомощность и самозащита то можем устанавливать связь с этими состояниями а не только отстраняться от них чтобы придать практике целительного пересмотра жизни больше ясности и расширить ее возможности я предлагаю фиксировать в дневнике непрестанно повторяющиеся состояния ума их дюжины составляющие надстройку жизни отмечайте возникающий страх исследуя его развития отмечайте гнев когда чувствуете напряжение в животе отмечайте моменты симпатии и антипатии принятия и раздражения отмечайте наиболее часто повторяющиеся состояния которым ум больше всего привычен такие как жадность стремление к большему похоть хочу это самомнение тщеславие и правильность зависть жажда чего-то ревность жажда кого-то беспокойство чувство беспомощности безнадежности и уныния в целом однако это лишь один аспект записи мы также отмечаем чувство признательности ясности интуитивного понимания радости сострадания беспристрастности восторга безмятежности и любви как констатировала одна женщина это изложение своих состояний изобретающие вас во всей красе видение дневника где вы излагаете свои самые отчетливые воспоминания вместе с теми состояниями ума эмоциями и установками которые они породили может стать чрезвычайно полезным инструментом чтобы освободиться от старых привычек и выйти в новую область самопознания когда я начал осознавать что научиться глубже любить можно единственно посредством исследования причин собственной нелюбви эта задача показалась мне малоприятной отмечая какие состояния ума препятствуют открытости я стал сосредотачиваться даже на малейших проявлениях этих состояний чтобы распознать их в самый момент зарождения задолго до того как им удастся затмить мое сердце в каком состоянии ума вы находитесь в данный момент и почему вы полностью не уверены в своем ответе помните всякое наше понимание можно постичь на более глубоком уровне отправьтесь на этот уровень проложите к нему путь в своем дневнике в те годы когда мы проводили интенсивные семинары с проживанием посвященные сознательной жизни сознательному умиранию в одном из углов помещения обычно ставился длинный стол на котором мы помещали фотографии где было запечатлено умирание некоторых наших пациентов чтобы группа с ними ознакомилась во время перерывов и между сессиями многие участники собирались около серии фотографий с крисом и донной а также марком и лесли отмечая насколько прекрасны глаза лесли как сияет мертвое лицо криса подобно лицу христа и как поразительное фото с детьми донной у постели где она болела однажды мы заметили записку оставленную для марка а позже этим же днем еще одну для донны на следующий день стали появляться фотографии умерших близких некоторых из участников наряду с цветами стихами обручальными кольцами амулетами и портретами любимых учителей родителей детей еще через день на стол поставили скамью для портепиано которую накрыли тканью для богослужений и детским одеялом так что получился второй ярус за последующую неделю превратившийся в чудесный алтарь жизни и смерти горе и благодарности прощения и уважения затем еще за несколько дней сформировался третий ярус где помещались вещи напоминающие о времени проведенном вместе с ушедшими людьми фотографии младенцев в кроватках и в гробах детские зубные кольца и плюшевые медведи свадебные картины фотографии лихих юных друзей отправляющихся во Вьетнам и рисунок военной формы спустя многие года висящий в шкафу к которому никто не вернулся телеграмма о том что еще один сын не вернется домой пожелтевший угольный рисунок аушвица письма от умирающих возлюбленных прощальное письмо отца к дочери сообщение о рождении свадьбе окончании учебы и смерти высвершие фотографии где запечатлены давние семейные воссоединения крошка из которой последний раз пил чей-то умерший близнец обрезки волос рецепт шпец или от любимой бабушки в течение последующих лет подготавливая помещение к семинару мы ставили в угол столы украшали их разноцветными тканями и несколькими вазами с цветами перед началом вступительной медитации этот алтарь уже украшали детские молочные зубы тапочки и фотографии пар только один из партнеров был жив и присутствовал на семинаре ко времени обеда в алтаря собирались многие из участников они превратили его в храм посвященный горю и подходили к его оформлению с большим искусством на одном из семинаров этот алтарь разросся став пятиярусным шедевром на котором мерцали церковные свечи всевозможным образом чествовавшие радости горе эти посредствия любви он стал своего рода поталой для раненого сердца и исцеляющим его духом многие устраивали небольшие алтари или пуджи как их называют в Азии в своих спальнях или местах для медитации некоторые помещали их на кухне или в гостиной чтобы вся семья могла вносить свой вклад в их спонтанное развитие в этом не столько выражалось почтение к прошедшему сколько прославлялось живое настоящее на некоторых семейных алтарях можно найти карточки и уведомления о штрафах поздравительные открытки и убедительные вырезки из новостей на других же вы увидите фотографию из газеты на которой запечатлено горящие государственные здания штата Оклахома каждое утро оно становится первым напоминанием о страдании еще для кого-то таким напоминанием стала коробка от фильма маленькая принцесса которая постоянно смотрела их дочь когда умирала личный алтарь может стать важным дополнением к практике пересмотра жизни фотографии и памятные вещи являются зеркалом нашей жизни и пережитого это алтарь чествующий как предстоящие дела так и уже завершенные при отправлении Пуджи во время своего эксперимента последнего года жизни рядом с фотографиями любимых людей и памятными предметами я положил книгу написанную человеком имеющим совсем иные взгляды чем у меня просто чтобы не утратить скромности а также фотографию человека к которому я хотел бы относиться с большей добротой мой монолог в оправдании перед ним содержал все меньше чувства вины и все большей сердечности и вот однажды во время созерцания алтаря мы весьма неожиданно вместе пережили мгновение воспоминания и прощения и огромная тяжесть ушла из моего сердца создайте алтарь посвященный вашей жизни пускай он будет художественным дополнением дневника где вы фиксируете изменчивое состояние ума этот алтарь подобно дневнику непрестанно меняется с каждым воспоминанием озарений с годами он развивается и меняется подобно нам самим сущности он меняется вслед за нами это безграничное небо вмещающие в себя непостоянство и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь к дискуссиям не забывайте про лайки по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране и в этом видео и 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